Первым предстоит свой доклад Александр Ильич Иваницкий, сколько депско-четейских воздействий от кота Муру? Я заранее хочу сказать, что нынешнее мое сообщение это как бы продолжение тезисных подходов к коту Муру, которые были частично озвучены на кошачьих стенах в сентябре, поэтому я прошу прощения у участников кошачьих чтений в том, что некоторые посады неизбежно будут перекликаться. Вот итоговый роман Готмана «Житейские воззрения кота Муру», законченный фактически в кончине писателя в 1922 году, выглядит самой программной и развернутой в немецкой романтической прозе манифестацией, давлеющей друг другу истинно романтического характера, то есть незавершенного для себя и отсюда по умолчанию не вполне понятного для других и непредсказуемого, и романтического повествования, необходимого фрагментарного, где совокупность косвенных сигналов и субъективных восприятий оных является единственным путем интуитивного погружения в целое. Как известно, роман представляет собой чередование фрагментов двух никак не связанных текстов – автобиографии ученого кота Муру, научившегося читать и писать, и фрагментов биографии Купермейстера Георгана Сокрайстера, чей уже набранный текст Мур разодрал для написания собственной, и который в оставшихся фрагментах, в макулатурных листах был случайно издан по недосмотру наборщика вместе с кошачьим опусом. Таким образом, Мур не просто продолжает программами для романтического романа ряд антитез к Георгану Майскому Гёте, как, например, Генрих Манфтергенген Навалес и Франц Штенбальд, но делает эту антитезу фактически открытой. То есть жизнеописанию края романтического антипода героя Гёте противопоставлена история Мура, чью звукоимитирующее имя как бы сворачивает, обнуляет имя Майстер, представляющая воспитание как обладение внешними приемами культуры, чтения и письма. Предметом же является самовосхваление Бюргера в области в основном сексуальной и гастрономической. Вот эта сама апология Филистера как будто бы и подстает итоговым плодом просветительского воспитания. При этом именно код превращает жизнеописание Копельмейстера в набор фрагментов, как бы отсекая его от современников и потомков ее возможное майстеровское равенство себе. Деконструкция оказывается реконструкцией романтизма характера Копельмейстера. Проделка Мура, однако, продолжает дело самого биографа. «Нет ничего более досадного для биографа, как носиться будто на необъезженном жеребце по холмам и оврагам, мечтая выехать на проторенную дорогу и никогда на ней не попадая. Таково приходится взявшему на себя труд рассказать об удивительной жизни Крайстера. О хронологическом порядке нечего и не читать, когда в распоряжении несчастного рассказчика лишь сообщенные из устно отдельными крохами сведения, которые надо немедленно записать, чтобы они не улетучились из памяти. Как накапливались эти сведения, ты считай, их узнаешь, и тогда, возможно, извинишь рапсадический стиль». Таким образом, на первый взгляд, взаимоотношение двух самостоятельных компонентов романа, биографии Кота и их музыканта, выглядит риторической связью взаимного отрицания, не оставляющей сомнений в предмете авторских симпатий и антипатий. Известно, однако, что воззрение Мура подытожили осмысление Гоффмана классического, так сказать, романтизма, как национального и личного литературного прошлого. Износители романтической иронии, романтизм превращается в ее объект. Это рождает вопрос, было ли лобовое противопоставление двух имманентных, друг другу текстов, романа, целью Гоффмана или точкой отталкивания. И отсюда, является ли роман единым текстом, предметом сознания единого автора, сконструированного Гоффмана? В элитно-крайслеровской линии Мура необходимо учитывать две вещи. Во-первых, Крайслер сквозной герой гоффмановской прозы, систематически присутствующий в его первом новеллистическом цикле фантастических пьес в манере колор 14-го года. Во-вторых, выступая там в основном как участник беседы или эпистолярный корреспондент, он недусмысленно подается как авторский резонер, и в то же время как отчасти ироничный автопортрет Гоффмана, музыканта и любителя музыки. В романе же Гоффман не просто удостоверяет статус Крайслера, как своего второго «я», подтверждая отчасти автобиографический характер предыдущих вещей, но неявно делает жизнеописание Крайслера смотреть драматизированные, а точнее фантазированные, сюжетно и событийно-духовные автобиографии. И именно реминесцентно-автобиографический характер фигуры Крайслера преобразует неявно его условно-риторические соотношения с Муром в безусловные отношения с ним. Тема «Кошачьей линии», «Всевгоразвитие», а по сути вырождение живой, то есть животной материи, обретающей внешние рационально-просветительские формы культуры, также сквознаю у Гоффмана. Ее первым манифестом стало новелла из тех же самых фантастических пьес «Сообщение об одном образованном молодом человеке, являющее собой письмо из Парижа о человеченном и просвещенном Европой обезьяньего самца Милон, старшего певцом и музыкантом, адресованной его подружке в южноамериканском джунглях, в которой пока осталась обезьяна. В нем Милон проповедует в этом письме новый рационально-просветительский взгляд на призвание музыки и его самого как певца, виртуозно выражать собственное естество, то есть шипение и обезьянье, шипение и виск. «Сообщение обозначает глобальный в Гоффмановской картине современности, так называемый «злой принцип», «дэзэ принцип», где патологическое обредение низшими тварями признаков внешней культуры оказывается плодом изгнания из мира волшебного начала на основе и именем рационалистического просвещения». Эпически это развернуто в его одной из итоговых сказочных повестей «Крошка Цаффи с 19-го года». Весьма близка к сообщению об обезьяне Гоффмана Нарвелла «Гофф, обезьяна как человек» 26-го года, где ученые за главные героини выступают предметом мистификации светского общества маленького городка или трассировщикам этой обезьяны. В 20-м веке эта тема продолжилась, как известно, в докладе для Хавкера «Собачьим сердцем» Булгарова. В цикле фантастических пьес «Сообщение о молодом человеке» это рассказ одного из участников беседы с участием Крайслера о судьбах музыки. В начале и конце рассказа Крайслера в описании Гоффмана переполняет желчь и сапказм. То есть, во-первых, линия противостояния Крайслера и ученые-зверюги, научившиеся о кой-то псевдокультуре, задана уже в начале творчества фактически Гоффмана, а во-вторых, вот эта зверюга присутствует в сознании Крайслера как носитель потенциальной угрозы. В Муре эта ситуация меняется в двух, вернее, корректируется в двух направлениях. Во-первых, Крайслер фабульно с Муром почти не связан, кроме одного присутствия в доме Абрагама, где он рассуждает о непознанных способностях животных. А во-вторых, Мур, в отличие от Мело, прежде всего не музыкант, а литератор, то есть является потенциальной угрозой не Крайслеру, а самому Гоффману. Это делает Кота в романе предметом сознания, собственно, не Крайслера, а Гоффмана в ипостасе Крайслера. А фрагменты биографии музыканта и Кота предстают различными пластами авторского сознания. Но так и однозначно место Кота в этом сознании. Последовательные соотнесения биографии Мура и музыканта показывают, что Мур пародирует не столько позитивистского антипода Крайслера, сколько его самого. Так рассказ Мура о смутных, но непередаваемых первых чувствах бытия переразнивает такой же рассказ Крайслера о своем детском пробуждении к жизни. Вечной тайной остается для нас мгновение, когда впервые пробуждается ясное сознание. Будет такое пробуждение внезапным, человек просто умер бы от ужаса. Схожи катастрофичны первые опыты Копельмейстера и Кота в искусствах и науках. Попытка юного Крайслера под влиянием прочитанной им исповеди Руссо сочинить оперу сначала терпит неудачи, из-за неотвязанной, звучащей в его ушах, песенки «Любил я лично смену, и смену лишь меня». А заснув, Крайслер не замечает, что от упавшей свечи занялась занавеска едва не привезшая к пожару. Мура читателя, его хозяин застает в кабинете, когда тот разодрал первую книгу в клочья, а другие забрызгал чернилами, воображая, что делает пометы на полях. Обоим достаются внушительные аплирусы. Вечное духовное одиночество Крайслера постигает и юного Мура. Я наконец встретил нескольких юношей моей породы, и остановился с нагрением завязать разговор, однако они только вытрачили меня глаза и умчались прочь. Легкомысленные юнцы, подумал я, вы не знаете, кто встретился на вашем пути. Так великие умы гродят по белому свету неузнанные и непонятые таков удел мудрости у смертных. И далее. Быть непризнанным, даже осмеянным, что может причинить горшие страдания гениальному коту. Натолкнуться на препятствие там, где ожидаешь невозможнейшего поощрения, что может сильнее ожесточить великий ум. Повторяется у Мура и Крайсиковский алгоритм природа-любовь-музыка, развернутый во время его первой встречи героя Крайсера со своей будущей пассией и музыкой Юлии Бенсон в парке Зигхардсвайдера. В гневе шевеляя в пустые старинную итальянскую виолу, он, возвратившись, берет ее как бы освещенной цитата из рук Юлии и обещает больше не выпускать из рук. В свою очередь, мать Гулии, советница Бенсон, подтверждает Крайсеру такую же логику чувств дочери. Когда вы импровизировали на гитаре, и то пели, и то разговаривали, Юлия признала вас утонченнейшим музыкантом. Она уверяет, что в ту минуту ее захватили стихию музыки, Юлия не могла примириться с мыслями, что никогда больше не увидит загадочного человека. Морд повторяет этот рассказ почти буквально. Едва я стремнул с себя сон, меня потянуло на лоно природы, я отправился на крышу и стал прогуливаться в лучах закатного солнца. Вдруг из слухового окошка донеслись до меня влекущие звуки, что-то неведомое с необоримой силой влекло меня вниз. Я оставил прекрасную природу и пролез на чердак. Спрыгнув, я точно же увидел большую красивую кошку в черных и белых пятнах. Она то и издавала манящие звуки и теперь обвела меня пронесательным испытывающим взглядом. Я немедленно сел против нее и, следуя внутреннему побуждению, постарался попасть в лад песни столь звучно начатой черно-белой красавицы. Тем самым, именно псевдовозвышенная романтическая, а не буржуазно-рационалистическая рефлексия замыкается на деле в романе на обывательском животном начале. В конечном счете, Мур и его история представляют форму самопародии Гоффмана. Что же пародируется, а точнее, преодолевается Гоффманом в себе в рамках суммарного повествования? Следует иметь в виду, что единственная фигура, фабульно связывающая две истории в романе, это ближайший друг Крайснера, мастер настройки органов, а также артистического иллюзиона Абрагам Рискал, спасший котенка Мура во время грозы в дворцовом парке и поселивший его у себя в доме. И Крайснер, и Абрагам видят друг в друге отражение собственной духовной судьбы, то есть отчасти своего двойника. Схожий драматизм этих судеб рожден без гармонии искусства и эрса, которые они почитают врожденные. Точка отсчета в душевном формировании Крайснера явилась сестра его матери, тетушка Софи, в семейном уменьшительном прозвище Тюсхен, Тюсхен, это у всех в северной гармонии уменьшение, как же в игрушной ряйке, которая очаровывала трехлетнего ребенка пением и игрой на лютке. Вскоре, однако, маленький Ягарна становится следителем ее смерти, впервые осознавая, что такое смерть. Сначала его под предлогом заразной болезни останавливают на пороге в спальне, где лежит умирающий Тюсхен, а спустя несколько дней, войдя в спальню, мальчику сбитит в пустую кровать и узнает, что тетушка умерла, и ее закопали в землю. В результате, музыка, ставшая благодаря Тюсхен главным содержанием в жизни ребенка, навсегда соединяется для него с женским началом, фактическим женским. Она священна, но недостижима, так как навеки ушла в прошлое со смертью олицетворяющей Тетти Тюсхен. Ну, такой музыкой для Крайска прежде всего, как немецкая, там, тексты кевтонская, а музыкой бессодержательной, итальянской, но это не так. Жизнь Абрагама, в свою очередь, перевернула встречу с полуженщиной, полуребенком Кьярой, играющей роль невидимой проницательницы в бродячем итальянском аттракционе. Жестокость хозяина аттракциона Северина, Кьяре, пророческий дар, который он пробуждал истязаниями, сделала женское начало для Абрагама, одновременно одухотворенное и страдающее. Альтернативной музыкальной машинерии, которой был занят он сам. Соединяившись с Кьярой в результате цепочки драматических событий, Абрагам создает с нею свой аттракцион невидимой девушки, которым не вынуждает ее удар силой, а зажидается, когда тот проснется сам. Однако внезапное исчезновение Кьяры открывает Абрагаму мнимый характер выдуманной им гармонии искусства и любви, где последнее служило, по сути, инструментом иллюзиона. Но и обычная любовь остается для Абрагама ущербной, поскольку с иллюзионом не связана. Вот такое взаимопроникающее общение Абрагама и Крайслера во многом идет в русле шлеговской концепции романтического романа, в его фрагментах, согласно которой люди своего рода отзывки некой коллективной души. Поэтому человек может понять себя только через другого, а другому объяснить его я только через свое собственное. И именно сознанием духовного двойничества обусловлена в конечном счете фрагментарность биографии героя, которые ищут в жизненных кульминациях друг друга, а конца взаимоотражения и даже взаимоперехода, как это звучит в словах Абрагама, обращенных к Капельмейстеру. Разве я требую от тебя прагматическую биографию? Я только хочу полюбопытствовать, как ты жил до нашего знакомства, поскольку только цель самых баснословных приключений могла замесить и выпить психическую форму, в которую ты отвык. Таким образом, воплощая себя в Крайслере, Гоффман в тех же макулатурных листах продолжает себя маэстро Абрагами. Причем именно продолжает, а не повторяет, поскольку само двойничество Капельмейстера и органиста вышучивается последним с помощью его любимой буфонадной машинерии. На входе в собственный дом Абрагам строят специально для ожидаемого друга, для Крайслера, систему вобнутых зеркал, призванных явить музыканту его второе «я» на деревне мы в доме друга, то есть в лице самого друга. Неподалеку от двери Капельмейстер увидел в полосе яркого света своего двойника, свое второе «я», шагавшее рядом с ним. Вне себя ужасно ужасом бросился в хижину и, задыхаясь, бредный, как смерть, упал в кресло. Тут только Крайслер понял, что изображения отбрасываются заматискированным вогнутым зеркалом. Он был раздосадован, как и всякий, кто поверит в чудо, вдруг видит, что оно развенчано у него на глазах. Что же для Гоффмана желанного Абрагами, а точнее в собственном движении к его ипостальству? Для Абрагама, мастера иллюзиона, где морочить и развлекать публику, по сути, одно и то же, ученый Кот не является воплощением злого принципа, а катартическим средством борьбы с ним. В присутствии Кота он откруто воображает балаганный номер с муром в главной роли. Было бы призанятно, если этот серенький малый подписчик действительно обладает талантами, какие приписывает ему профессор. Ведь если так, он мог бы обогатить меня куда скорее, нежели моя невидимая девушка. Я бы запер Кота в предку и заставил показывать свое искусство публике, которая охотно будет платить за это. Ученый Кот, Кот как-никак, стоит больше, нежели скоростелый дюноша, напичканный из пятого на десятого, чем попала. Да, за этим судариком надо бы нахорошенько проследить. Подозревает Абрагам в опытов с Котом профессор эстетики Лотарио, узнавший о студии Мура от своего пуделя Понто, то есть подпринимающий животную культуру как абсолютно легальный дискурс и источник. Признайтесь же, маэстро, что вы в тиши экспериментировали. Вы хотели выступить с вашим питомцем, предварительно хорошенько вышкулив его и привести в изумление, в отчаяние профессоров всего мира. Подозревая самого Кота, гласно подозревая в намерении стать профессором эстетики, то есть заместить его самого, Лотарио, по сути, пародирует Крайслера, участника разговоров о музыкальных занятиях, обезьяны Мело, грозящий вытеснить из музыки самого Крайслера. Тем самым, в движении к Абрагаму и его отношениях к Муру, Гоффман преодолевает собственное крайслеровское отношение к открытому им мировому злому принципу. Излучайно, именно в лице органного мастера Гоффман встречается с Муром, прототипом которого стал, как известно, собственный код писателя. Фигура Абрагама завершает эволюцию ключевого типа, это не сквозной, а ключевой тип героя в Гоффмановской картине мира, практически всегда разделенного на высший и профаный. Эволюция этого героя шла по мере того, как роль волшебного в человеческом естестве, безусловно, присутствующего, заменялась в Гоффмановском анализе ролью образа чудесного, и особенно в человеческом, и особенно в детском сознании. Если в первом случае таким героем был медиатор, ученый, маг, Саламандор, он же Архивариус Линго в золотом горшке, или Проспер Альпанус в крошке Цайдиси, то во втором случае его заменяет сначала кукольный механик, и может быть антагонист Копейрус, о котором будет сказано, в Песочном Человеке, или протагонист, крестный дроссель Майя в Щелкунчике. А затем как раз артистический мистификатор, иллюзионист, это мастер Леонгард в выборе невесты, и артист Челиан, а те в принцессе Брамбеле. Знаменательно, что отношение Абрагама с отцом князя Иринея, а также с маленьким Крайсером, перекодирует две ключевые линии новеллы «Песочный человек», где как раз образ волшебного в детском сознании оказывается фатальным. То есть отношение с отцом главного героя Леотара и с самим Леотаром ребенком. Отец отношений мистификатора Капеллиуса с отцом главного героя и с самим героем ребенком. Отец Леотара видит в Капеллиуса алхимика, пытается с его помощью добыть золото и погибает во время очередного эксперимента. В свою очередь, дружбу старшего князя с Абрагамом предвольные также связывали с алхимией, но ошибочно, поскольку для младшего князя магическая власть чародея оказывалось главным образом его умение заглянать некого злого духа весьма охотно гнездившегося при малых дворах, а именно адского духа скуки. Главное не добыть золото, а увеселение. Неслучайно с Абрагамом князь сталкивается во время своего очередного почерпанного маскарадного путешествия по городу. Всех отданные узнавали повелителя, но зная, что он гуляет инкогнито, притворялись, что не узнает. Маленький Леотар с обиранием нового визита от Капеллиуса, в котором видит страшного песочного человека, которым его пугают. Ужас и восторг питают в детской душе друг друга, как это выражает Гопман в Кате Муре. Человеку по душе самый глубокий, более по душе самый глубокий ужас, чем естественное объяснение представшего призрака. Он не довольствуется здешним миром, ему надобно увидеть нечто из иного мира, не требующее интересной оболочки, чтобы стать одним. С таким же трепеном маленький Крайстер ждет чудного и таинственного человечка Абрагама. Но в основе его ожидания лежит несомый настройщиком сказочный облик музыки. И сказочность неотделима от буфонады. Во время неумелого исполнения ерганностом поверхностных пошлых этюдов, Абрагам внезапно добивает из-под него скамеечку, как ерган свобоется на пол, но вышучивает Абрагам не игру юного Крайстера, а его репертуар. При этом сама маскарадная машинария немыслима для Абрагама без самоиронии. Описывая Крайстеру устроенный им придворный фейерверк, Абрагам убивается не тем, как он удался, а тем, как он не удался, а именно, как грозовой пары ветра превратил торжественно веселый праздник в смешной по воле всегда правой природы, освещавший путь ангел хранит и княжеского дома повез в воздухе, а когда машинисты чуть ли тянули веревки, опротинулся вверх ногами. Гений продолжал парить вниз головой над гофмаршалом, кумир юнкерами, и капли огненного дождя падали с факелом кому на голову, кому на нос. Обнаружить боль значило бы омрачить праздник, от астоических слов, старалась выдавить улыбку, какую могут позавидовать ад и выступали в полном молчании лишь, изредка разрешая себе роткий сон. Роль иллюзионного режиссера у Голтмана фундаментально близка отводимой им самому себе роли музыканта и капельмейстера, то есть дирижера, совместно с которым они обеспечивают катарсис не только злого принципа, но и влечению к волшебству как наваждения. Незлучайно сказочные философские повести его часто представят как ребреты комических опер. Поэтому внутреннее движение от Крайсера к Абрагаму суть не преодоления для Голтмана, а своего рода перетекания. Таким образом, за деконструкцией повествования в Катимуре скрыто очевидно конструирование Голтманом в романной форме своего духовного пути, то есть миропонимания и пути творчества, то есть мироотражения. Автор, так сказать, открыто прячется за своих героев, являющихся его ипостасами, и движется от одной другой. А крутящим моментом этого движения становится образ ученого-кота. Вот отражает бытийные узлы современности, в последовательном освоении которых писатель строит собственное я. Пространством этого построения и становится единое в своей раздвоенности повествовательное поле романа. Спасибо. Сергей Николаевич, я может быть не расслеживал, как вы называли героя рассказа в присутствующем моменте. Это, видимо, оговорки. Я думаю, что я поправлю. Не Леота. Это на Эр. Но ты не, я прошу прощения, я поленился переправить. Нет, это я. Я тоже. Нет, это был Лотар, Лотар, это был Лотар. меня просто на этом конкоминировались они. Нет. Можно ли сказать, что отчасти конфликт, который романтик Гоффман конструирует в тексте, в русском тексте, это конфликт между высокой и массовой культурой, которая существует и в душе самого созидателя, и в воспринимающей аудитории, которые им проекцируются изначально. Честно? Да, честно. Нет. Потому что фактически предметом выделяемым некую отрицательную, условно отрицательную преодолеваемую образ становится фактически прошлый романтизм Гоффмана. То есть следующая ступень? Да. От Крайслера к Абрагамму, где катарсис всегда в смехе, машинере и мистификации. Если больше вопрос отрицательную спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ